В Симбирскую епархию доставлен ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. Горожане встретили великую святыню на Соборной площади на месте уничтоженного в 30-е годы XX века Троицкого кафедрального собора Симбирско-Ульяновска. Несмотря на дождливую погоду, множество людей приняли участие и в крестном ходе. Крестный ход и молебен святому великомученику Георгию возглавили митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, епископ Барышский и Индинский Филарет и епископ Меликеский и Чертоклинский Деодор. Участники крестного хода охотно делятся, с какими просьбами они обращаются к святому Георгию. Это наш Георгий Победоносец, который мы в храме любим его, уважаем его. Мы представители этого храма. За наших всех солдатиков. Возвращайтесь домой, мы вас ждем. Это очень важное, значимое событие. Мы очень переживаем и очень довольны, что столько много православных, несмотря на непогоду, пришли почтить такого великого святого. Верующие прошли по центральным улицам города до Спаса Вознесенского кафедрального собора. Участие в крестном ходе приняло около четырех тысяч человек. В Спаса Вознесенском соборе был совершен молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Разруши силы восстающих врагов, да посредятся и посранятся, и дерзость их да сокрушится, и да увидят якому имам и божественную помощь, и всем скорби и обстояния исущим, многомощное имя свое заступление. Затем архипастыри Симбирской митрополии соборно совершили божественную литургию. Поклониться мощам святого Георгия приехали прихожане из храмов города и области. Участие в крестном ходе, встреча ковчега с частицей святых мощей и праздничное богослужение стали большим значимым событием для верующих и поводом для искренней радости. Георгию Победонос является покровителем и наслужащих, и сотрудников силовых органов. И поэтому, когда поступило предложение поучаствовать не только в охране порядка, а именно как гряне в крестном ходе, мы, конечно, с радостью примем это приглашение. Ведь участие в крестном ходе усиливает наш дух и еще раз укрепляет нашу веру, без которой нам нельзя выполнять наши задачи. После крестного хода я уверен, что сотрудники, которые в этом участвовали, и наслужащие еще с большей отдачей, будут выполнять свои задачи. Сегодня в крестном ходе приняли участие абсолютно все силовые структуры и наслужащие, которые представлены в Леонидской области. Это сотрудники МВД, сотрудники Росгвардии, сотрудники Мессирской, первичайной циклации, сотрудники управления СИН, сотрудники судебных приставов, представители 104-й дивизии военно-воздушных сил. По окончании божественной литургии митрополит Лонгин обратился к собравшимся на молитву. Святой Леонид Георгий Ведоносец с давних времен является правителем русского государства и нашего российского поиска. Это еще более актуализирует сегодняшнее событие, поскольку мы все с вами молимся о том, чтобы Господь главный глубокий и неотъемлемый мир всем народам Святой Руси. Я надеюсь, что также поют в разу перед святым лучшим днем Божьего Руси в Георгии будет дать им послушать обновление. Для участников крестного хода, прихожан и гостей собора работала полевая кухня. Было приготовлено около 1300 горячих обедов. Все желающие могли угоститься пирожками с чаем. В течение двух дней пребывания святыни у мощей преподобного совершаются молебны и читаются акафисты. Организовано дежурство православных добровольцев и работа миссионерского уголка, где распространяются информационные буклеты и духовная литература. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская метрополия.